Обычный репетиционный день в консерватории начался сегодня необычно. Государственный симфонический оркестр Союза СССР поздравлял своего художественного руководителя, народного артиста Советского Союза, лауреата Ленинской премии Евгения Федоровича Светланова с 50-летием и высокой правительственной наградой – Орденом Ленина. 14 лет этот ныне всемирно известный коллектив возглавляет Светланов, бесспорно один из самых выдающихся музыкантов нашего времени. Евгений Федорович, скажите, как Вы сами ощущаете вот этот свой юбилейный день? В общем-то, 50 лет не так уж много и для человека, а для художника тем более. И все-таки это какая-то дата, какой-то рубеж. Каждая работа человека, каждая работа, чем бы он ни занимался, она в конце концов имеет только тогда смысл, когда она принадлежит народу своему, когда она принадлежит людям. И, конечно, невольно в этот день ты подводишь какие-то свои итоги и думаешь о том, что не сделано. Даже больше, чем о том, что сделано. И, конечно, естественно, мне бы лично хотелось сделать еще очень и очень многое. Но одной человеческой жизни не хватит для всех их планов, для их осуществления. Я всегда не удовлетворен. И в этом, наверное, удовлетворение есть, понимаете, залог того, что можно рассчитывать на какое-то продвижение вперед. А вот двигаться вперед – это моя мечта. Сегодня репетировалась программа открытия сезона Московской филармонии. На этом концерте, в частности, впервые в Москве будут исполнены вторая симфония Балакирева, патриотическая песня «Глинки». Очень тихо, дольше, чтобы было. В октябре, на авторском вечере Светланова, впервые прозвучит его новое композиторское сочинение «Рапсодия номер два для симфонического оркестра». Впервые новое. Эти слова постоянно стоят рядом с именем дирижера. Его талант вступает в звездный час своего расцвета, писала на днях одна из газет. Светланову всего 50. Как много еще предстоит ему сделать. КОНЕЦ